Мультиварки, электрические плиты, микроволновки. Такой техникой сейчас никого не удивишь. Но когда тебя вынуждены заставляют переходить на использование таких кухонных устройств при приготовлении пищи, это неправильно, говорит Жанна Геннадьевна. В июне квартиры в многоквартирном доме, где проживает женщина, были отключены от газа. Мы начали звонить, говорить о том, что люди сидят без газа, то есть будем говорить так, взывать к их совести. Ну, они приехали, но получилось так, что я, например, опоздала на 15 минут. Опоздала на 15 минут, и то есть снова никто никакой газ не включил. Объявление о проверке газовых плит было, вспоминает женщина. Но не все жильцы смогли отпроситься с работы. В результате порядка недели людям приходилось обходиться без газа. А вот эксперты говорят, все законно. Абонент обязан один раз в год допустить специализированную организацию для проведения проверки газового оборудования. На сегодняшний день у нас специализированной организацией является «Газпром газораспределения Пермь». И абонент, еще раз повторюсь, обязан допустить данную организацию для проведения проверки газового оборудования. В случае, если абонент не допускает на проведение проверки газовую службу, мы, как поставщик газа, тоже обязаны прекратить поставку газа в целях безопасности поставки газа. Законное обоснование отключения абонента есть, но почему должны страдать другие люди? Этим вопросом задаются жильцы не одного многоквартирного дома в Соликамске. В частности, героиня нашего сюжета ищет ответы на вполне разумные вопросы. Экстренная ситуация. Допустим, человек в больнице. Как можно к этому так относиться? В один день проверить весь дом, 46 квартир – это просто-напросто нонсенс. И в один день отпроситься всем для того, чтобы проверить газ – это тоже действительно очень тяжело. Но не так кардинально подходить, брать и отключать газ. На момент подготовки этого сюжета в Соликамском управлении компании «Газпром» газораспределения «Пельм» не смогли ответить оперативно на вопросы. Чтобы получить ответы на отчаяние жителей, мы оформили официальный запрос и продолжим следить за развитием событий. Если в вашем доме произошла подобная ситуация, пишите в наши социальные сети. Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания «Соль-ТВ».